Бриары в кино. Бриары появлялись в таких фильмах как «Пес-каратист», «Отличница легкого поведения», «Я буду дома к Рождеству», «Американский пирог 3», «Свадьба», «Главная собака», «Король воздуха», «Лига чемпионов», «Поцелуй на вылет», «Миллиарды Бейли», «Признание Дунбарджа», «Характер» — это настоящий бёс, сильный духом, инициативный, разумный и бесстрашный, без признаков подавленности. Умный, легко подающийся дрессировке, верный, деликатный и послушный, Бриар обладает отличной памятью и постоянным желанием радовать хозяина. И до сих пор он сохраняет развитые у своих инстинкты, потребность охранять дом и хозяина. Сдержанные с посторонними, к знакомым относятся с любовью. Некоторые особи бывают независимы. Бриары сильно привязаны к человеческой семье, в которой они живут. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи, третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертое могут не иметь тесных связей даже с хозяином. Бриары сильно привязаны ко всем членам человеческой семьи, в которой они живут. А вот к незнакомым людям, относятся с настороженностью. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. При этом с детьми, бриары ладят просто превосходно. Однако, вне зависимости от дружелюбного отношения собаки к детям, не следует оставлять наедине собаку любой породы с маленькими детьми. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимание на какие-то выходки детей, однако стоит понимать, что собаки всех пород, какими бы они ни были дружелюбными, должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще и индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитания и предыдущего опыта в общении с детьми. Еще на эти взаимоотношения, в значительной мере влияет поведение детей. Такая же ситуация и с другими собаками. Бриары очень хорошо находят общий язык с себе подобными существами и они прекрасно ладят между собой, если, конечно же, другие собаки проявляют схожее поведение. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным, одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того, как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. На мелких домашних животных, таких как хомячки, домашние крысы, белки, шиншиллы и прочие грызуны, бриары чаще всего не обращают внимания. С кошками могут наладить контакт. Однако, вне зависимости от того, насколько хорошо собака ладит с маленькими домашними животными и птицами, лучше держать их подальше друг от друга. Заводить породу бриар лучше тем людям, которые имеют хотя бы минимальный опыт владения собаками. Или людям, которые получили необходимые знания на специальных курсах. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимы и даже напористы, и таким породам нужен опытный владелец. Порода бриар не подойдет тем, кто заводит собаку впервые. Бриары подходят для содержания и в квартире, и в загородном доме. Второй вариант более предпочтителен для этой породы. Несмотря на высокую привязанность к семье, бриары могут быть оставлены в одиночестве на короткое время. Качество и количество шерсти позволяют бриару комфортно переносить холод и кратковременную жару, а вот сильно низкая или высокая температура уже небезопасна для четвероногого. Следует избегать активных нагрузок в теплое время года. Обучаемость и дрессировка. Все собаки подаются обучению и дрессировке, однако одни породы запоминают и выполняют команды быстрее и охотнее других пород. Разным породам нужен разный подход к дрессировке и обучению. Некоторые породы могут показаться плохо обучаемыми или даже глупыми, однако в большинстве случаев плохая обучаемость породы собаки связана с упрямым или независимым характером породы собаки или индивидуальной особи. В книге «Интеллект собак» опубликованной в 1994 году и написанной профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Стэнли Кореном, Бриар находится на 30 месте из 80, по способностям к обучению. В этом плане порода стоит на одном ряду с породой бордер-терьер и очень близко к таким породам, как эрдель-терьер, фландерский бувье, вельш-спрингер-спаниель, манчестер-терьер и самоедская собака. В книге профессора Стэнли Корена Бриар расположен в группе Собаки со способностями к обучению выше среднего. Освоение новой команды от 15 до 25 повторений. Исполнение команды с первого раза в 70% случаев и выше. Недостатком этой шкалы по способностям к обучению, по собственному признанию автора, является ее сильная зависимость от способностей к послушанию и исполнению команд, например, для рабочих или служебных собак, и слабая связь с пониманием и творчеством, например, охотничьи собаки. Как результат, некоторые породы находятся на более низких местах в списке из-за их упрямого или независимого характера, что вовсе не делает их слабо интеллектуальными или непригодными к обучению. Склонность к лаю. Кроме всего прочего породы отличаются и по уровню шума, а точнее по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая облаять каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это по ее мнению необходимо, а третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Бриара можно отнести ко первой группе, описанной выше. Если желанием лаять эти собаки не обделены природой, желанием грызть эти собаки обделены. Желание грызть и все пробовать на зуб является общей для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Эту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Бриару очень активная порода собак, чего не скажешь по внешнему виду. Кроме того, у многих пород есть врожденные желания преследовать движущиеся объекты и животных, степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне, даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться оклика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. Однако у Бриара этот инстинкт хоть и имеется в большом количестве, совладать с ним он чаще всего способен. Страсть к бродяжничеству и свободолюбии. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки, следуя инстинкту, не упустят возможности сбежать от вас и пробежаться пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и щейки. Бриар как раз тот случай, когда собака ждет того момента, когда можно будет реализовать эти инстинкты. Бриар очень склонен убегать. Склонность к слюнотечению. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. К счастью, бриары выделяют крайне мало слюны. Также большим плюсом бриаров будет и то, что они крайне мало теряют шерсти. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые породы линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно. Историческая справка породы и подгруппы. Французские породы овчарок. На территории Франции возникло несколько местных пастушьих пород, отличающихся друг от друга и внешне, и манерой работы со скотом. На границе с Бельгией, на обширной фландерской равнине, появился бувье, это бычья собака, к юго-востоку от Парижа, на побережьях Сена и Марны, сформировался современный бриар. Бриара и бувье это, пожалуй, наиболее популярные вне своей родины пастушьи собаки. Менее известны, но ценятся французами бассерон, пикардийская овчарка и пиренейская овчарка. Своё наименование эта порода получила в честь области во Франции, прославившейся производством сыров бри в шампане, хотя она и не имеет с её развитием ничего общего. Скорее речь идёт об очень стариной породе с многолетним успешным использованием при пастбе стад, которая значительно позже получила название бриар, чтобы отличиться таким образом от других пород во Франции. Плотная и обильная шерсть придаёт бриару массивный вид с выражением силы. Его темпераментный характер завоевал ему симпатии многих любителей собак, которые охотно держат его в качестве комнатно-декоративной и сторожевой собаки. Первый стандарт бриара создан в 1897 году одним из клубов любителей пастушьих собак во Франции. В 1909 году на родине породы было основано общество «Друзья бриаров». После Первой мировой войны, в 1923 году, оно было восстановлено, и ещё через два года уточнённый и усовершенствованный стандарт породы увидел свет. В 1975 году американским кёнил-клубом утверждён тот же стандарт с незначительными изменениями. Бриар до сих пор используется как рабочая пастушь и собака. Бриара – это очень древняя порода, малоизменившаяся в ходе столетий. Охожих овчарок можно увидеть на гобеленах XIII века, а их описание прочесть в документах XII века. Подробные описания бриаров относятся к XIV и XVI векам. Первоначально эта собака, если верить источникам, выполняла роль сторожа стада от хищников и воров, но постепенно с увеличением народонаселения и исчезновением крупных хищников стала переключаться на пастушью работу. Бриара – умная, покладистая, послушная собака. Очень развит инстинкт охранять и направлять скот, но за неимением последнего побуждает собаку пасти хозяина и членов его семьи. Бриары легко обучаются, особенно в молодом возрасте. Бриары любят быть полезными, служить хозяину для них всегда радость. Кроме того, их отличает превосходная память. Собаки способны выполнять универсальные функции, идти по следу, гнать зверя, служить в войсках в качестве часовых, подвозить грузы, патрулировать, разыскивать раненых. Эти качества привели к широкому использованию бриаров во время обеих мировых войн, что чуть было не закончилось почти полным исчезновением этой ценной овчарки. Однако численность поголовья была вовремя восстановлена. Прекрасная универсальная собака, французская длинношерстная овчарка подходит все же не для каждой семьи. Это связано с известным своевольством собаки, необходимостью уделять ей достаточное внимание. Чтобы вырастить спокойную, уверенную в себе собаку, не причиняющую хлопот и с лишней агрессивностью, нужно много работать с молодым псом. Хозяин со своей стороны должен быть достоин такой собаки, как бриар, и уметь находиться с ней в постоянном контакте. Это крупная собака. Высота в холке от 56 до 68 сантиметров. Голова длинная и широкая. Длина головы, если мерить от затылочного выступа до кончика носа, составляет примерно 40% от высоты собаки в холке. Губы черные, средней толщины, плотно прилегающие к челюстям. Голова густо покрыта шерстью, посередине естественно распадающейся на пробор. Но шерсть не должна полностью закрывать глаза. Глаза большие, широко расставленные, темные. Уши высоко поставленные, плотные, у основания твердые. Длина уха приблизительно равна половине головы. Разрешаются купированные и некупированные уши. Шея сильная, длинная, хорошо обмускуленная. Грудная клетка широкая и глубокая. Хвост длинный, сильно опушенный, на конце изгибается вверх, держится опушенным, достигает скакательного сустава, по форме напоминает букву J. Никогда не поднимается выше линии спины. Шерсть жесткая, сухая, лежит плоско и не спадает длинными, слегка волнистыми, блестящими прядями. Подшерсток тонкий, хорошо развитый. Окрас любой сплошной, кроме белого. Уход за собакой. Некоторым породам может требоваться много ухода и внимания из-за за особенностей шерстяного покрова, формы морды, среды обитания или общего здоровья породы. Бриары в этом плане средние по сложности ухода собаки, но они потребуют немного больше времени на уход за шерстью. Общее здоровье породы по 10-ти бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них, можно оценить по 10-ти бальной шкале на 7 баллов, то есть это достаточно здоровые собаки с минимальным количеством генетически предрасположенных заболеваний. Средняя продолжительность жизни бриаров составляет от 10 до 13 лет. Корректор А.Кулакова